всех приветствую с вами я ваш веган христолюб у нас с вами сегодня 7 марта 2022 года прошли две недели после того как россия пошла войной на украину вероломно готовить готовить к этой войне около полугода или года разные данные да и вероломно напала подготовившись на свою соседнюю страну уничтожая всячески порабощая так далее сегодняшний ролик ангелы сатаны вестники я его назвал можно разные эпитеты сюда прибавить вестники смерти есть такое понятие как не ангелы а агелы на самом деле ангел это вестник вестники тьмы гундяев токачок осипов и прочие слуги дьявола об этом сегодня и поговорим в принципе поговорим о всех суде слугах дьявола и вестниках тьмы и ангелах смерти прежде всего мы конечно вы видите значок на экране этого видео в общем то поэтому вы на него и нажали волки в овечьей шкуре прежде всего конечно же мы поговорим про религиозных волков фамилии которых я и название кроликов употребил это гундяев патриарх кирилл это осипов алексей ильич богослов так называемый богослов в кавычках это просто обычный пустослов до слуга дьявола проповедующие смерть тьму и ничего доброго не несущие ткачев безумный вообще бесноватый поп вот ну и там так далее даже сеть фамилии переследить не хочу вы все знаете на самом деле то же самое сейчас происходит и во всех религиях и мусульманстве и в иудаизме да все то же самое не только в православии но сегодня в частности поговорю конечно православных слугах дьявола вот ну и в общем тоже поговорим я вот именно ставлю эти картинки волков в овечьей шкуре то потому что мне даже не хочется свой эфир свое видео поганить и портить фотографиями этих детей дьявола этих людей да они просто я не хочу чтобы даже их не фото рядом с моим лицом здесь появлялась да вы все знаете кто не знает можете их найти в интернете достаточно известные популярные бесы кто видел перед этим буквально недавно я записал видео она вышла уже на канале 4 печати или 4 всадника апокалипсиса в принципе другой есть образ детей дьявола особенно в последние времена если они настанут и как в том ролике сказал возможно уже настают это вот духе злобы духе тьмы черные бесы на белых светлых пони на коняшках да образы разные да игру волки в овечьей шкуре или вот эти вот всадники всадник черный черный всадник на белом коне как я много раз говорил вы знаете да по 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 той же самой книге бытия по древу познания добра и зла еще в раю который нам описано что зло не вкушается в чистом виде и любая гадость любое дерьмо она всегда заворачивается в сладкую в красивую точнее до сладко там ряд ли что-то побудет да она просто дерьмо заворачивается в красивую очень такую обертку красиво хорошо заворачивается качественно конфетка выглядит просто изумительно но наполнена она самым настоящим дерьмищем вот эти вот слуги дьявола которых я вам сказал показать которых не хочу даже рядом да мы с вами поговорим эти слуги дьявола я даже вот так сначала приближу да вам прям очень хорошо путлер на фоне попов да вы я вам ссылки дам некоторые ссылки какие есть на ткачев я даже ссылок не хочу давать начнем с высока с патриарха до патриарх уже выступил в защиту убийства украинцев они выступили единым фронтом естественно это же секта запомните это секта еще ортодоксии счет времен третьего века естественно она сама была носителем тьмы убийства не убивали друг друга даже когда еще на вселенском соборе там есть и ересь так называемая ария стала появляться хотят было не ересь а как раз основной линии учения да уже там они резали не то что кого то друг друга монахи монахов попы монахов монахи попов да и мирных там и так далее и всю историю естественно со времен так называемых вселенских соборов так называемая псевдо христианство на самом деле никакого отношения к жизни ученица христа на не имеет ортодоксия тогда как только не называли католики православные сейчас они разделились но по сути раньше была католическая православная церковь одна вот но если на русскими словами говорить это слово кафолическая а не католическая означающая собор собор соборность единая соборная да вот но потом они разделились в одиннадцатом веке на вот эту кафолическую католическую соборную или православную так называемую византийскую или уже греческую по сути церкви да вот из тех времен еще с третьего века но с четвертого если хотите но не суть важно да дата самого собора все происходит сюда намного раньше чем это уже формально в истории получает какую-то огранку печать или и точку да вот еще с тех времен конечно же это секта псевдо христианской под названием я буду вместе так его она так и называлась православная католическая церковь ортодоксальная и конечно слово древние кто знает приписуемо но не все его знают поэтому я буду более современным языком выражаться она уже тогда естественно стала на сразу на страже до государства на страже всех беззаконий до ильяна и защищала именно поэтому некий царь константин шел резать своего брата в рим до с крестами уже уже тогда с крестом да как говорится ему бог явился там крест показал все это одобрялось и с тех пор конечно же все это псевдо христианская секта православно-католическая тогда единая уже стоял на страже всех мерзостей беззаконий творимых в частности в той византийской империи тогда уже до ставший это продолжается до сегодня мне сегодня там машуня написала что типа после всех этих событий якобы но я уже зарепостил все эти видео блевоцкие всех этих проповедников тьмы она не написал что типа до после этих времен типа все атеистами в россии станут когда там все пупу путлеровский фашизм когда сгинет во тьму я и сам нет ничего никто атеистами не станут православные как настолько тупые трусливые бессердечные они как были православными так и останутся они ничего не поймут поймут ну там один процент может всего поэтому все что мы видим все что продолжать продолжается вот я вам уже сказал начинаем с вами с патриарха уже он выступил за ним уже осипов так называемый профессор выступил я ссылки дам на эти ролики какие посмотрите в описании какие может быть добавлю здесь в подсказки в описании что-то до ткачеву я даже ссылки давать не буду просто в ю тубе наберите ткачев о войне там столько блеотина выйдет у него рот не закрывается это это и эти врата ада все всю помойку и все время изливают на людей уже не один десяток лет да это один из самых бесноватых попов каких только можно было увидеть на своем веку вот и все что изо рта у него льется это просто где дьявольская река которая через его уста просто в бедные в головы бедных людей просто знаете как унитаз туда открыли крышку и просто все сырется срется туда все что только можно вот эти дети дьявол уже себя показали и там еще целый списке даже называть их не хочу там просто конца края этому нету естественно не все единым фронтом это обычная самая мерзкая и злющая секта какой-то одна из которых бывает на земле это конечно православие всех своих чат и адептов она ведет пример прямой дорожкой в ад это слепые вожди ведущие своих слепцов туда вот на данный момент они поддерживают самый ужаснейших фашистские режим путлера вот ну приведет все это я думаю понятно каким событием конец их будет дно ада проповедует они естественно что убийство убийство и своих вы знаете все вот эти вот негодники все эти осипов ткачева патриархии гундяева и так далее это конечно дети дьявола которые вообще никого не жалеет у них нет никакого во первых они тупые это раз вторых они конечно же трусливые сами никуда не идут вы знаете самое удивительное когда смотришь на всех этих путлеров там всю эту питерскую пг всех этих ура патриотов до нацистов российских сейчас частности от 99 процентов населения россии практически всех вот этих попов там богослов так слово даже такое не поворачивается не сказать всех этих пус бога пустослов их их обычно называл да вот всех этих попов конечно мерзких вот смотришь на них сами никуда не идут своих детей они никогда никуда не посылает но не так легко смотрите на этого негодяя осипова да вот он сидит в таком чистом пиджачке в галстучке вы знаете без он все время пугается без мы любим всех дьяволом пугать думаю что такой страшный такой черт с рогами с копытами да прям огонь и пламя вокруг да от него идет нет это очень такие вот смотрите на ткачева да все знают сколько его одеяния стоит как он весь холеный кто с ним общался тот все это прекрасно знает да они попы все такие посмотрю уж про патриарх стоит говорить да не каждый царь себе такую жизнь позволит да и вы знаете вот они сидят вот такие вот слуги дьявола и знаете так вот с розчерком пера просто призывают к этим убийством да говорить о чем о них я даже не знаю я знаете ролик конечно затеял не ради того чтобы они все и так понятно они конченые люди и конец их дно ада да они они конечно пожнут все слезы всю кровь своими блеводским устами которую они проливали потому что прежде всего конечно солдафоны сами такие все эти солдафоны генералы они естественно сами выбрали свой путь смерти вот но поговорить прежде всего прежде всего их убивают вот эти вот гнилые рты гнилые языки до уста гиены вот именно они этих людей почему они убивают своих вот этих русских так называемых до солдафонов генералов там все на самом деле гибнутые офицеры так называемые солдафоны вот и естественно убивают других людей в украине сейчас отвориться гибнут солдаты такие же я вы знаете я украину ни в коем случае не делизирую я об этом много раз говорил и кто меня будет слушать украины если все прекрасно понимаете особенно кто из моей аудитории ли кто христиане или кто дети света все прекрасно понимает что у них не намного лучше чем в россии ситуация всегда была и будет вот германия когда стала фашисткой это было всего 70 лет назад уже давно прошли темные средневековые времена да да и знаете во времена когда наполеон шел завоевывать весь мир весь мир в той же сам франции тоже люди были совсем не темные нет перед этим была революция кто знает вообще историю меня удивляют люди которые пытаются говорить ничего не зная да это были совсем не темные люди да мир мир равенства бранства проповедующих узнаете за что там революция во франции было до казалось бы светлые лозунги все только заканчивается вы знаете иисус сказал как прекрасную фразу человек узнается по делам знаете кто-то кому-то может сейчас неприятен мой язык как я говорю вы знаете первых я много раз говорю что даже в тех евангелих трудом зашли я вот как вы себе представляете конечно писали его красиво так мягко лаконично хотя даже там мы видим как иисус гневом смотрел на людей тех кто против были того что он там исцелел да как он говорил своим убийцам что они дети дьявола я в руках вы думаете как он это дел знаете моя нынешняя риторика в соответствии тем темы темы о которой мы рассуждаем который я говорю она соответствует реальности да я я не сказал ничего что не достойно этих людей я никого не обидел не оскорбил это именно то чем они занимаются вы знаете я все года своих проб и все свадок года своей проповеди больше шести лет на ю тубе говорил что все вот это вот так закончится вот эту рапатриотизм и со всех адских врат болеводских уст этот изрекаемый что все вот это вот религии вот эти вот слова начинает все смелость целование попу ручки до вылизывание у задницы до все вот эти булка божеские преломления хлеба до все вот эти вот молитвки до посты все вот это до этого докатывается до полная хладность к исследованию рассуждению а вообще ты в какую секту хочешь ты хоть учение и знаешь да и если тебе несут ахинея ты с чем-то не согласен ты пробовал разобраться пробовал достичь и их истины да вот это отсутствие равенства вся там это иерархия превозношение вот к папу на километр на хромой кобыле не подъедешь только скажи ему слово ну естественно эти люди я говорю они сами выбирают свой путь вот эти вот вот эти вот отморозки я говорю они как бы не выглядели в красивых костюмчиков в дорогих рясах с большими вот такими вот крестами еще в руках вот с таким знаете когда смотришь на эту болиотину хочется просто рыгать вот дальше чем просто видишь он стоит вот с таким крестом в руках они всегда там на это она на лое стоят в храме да не висит крест сам он весь в крестах увешанных сзади сзади там или в заду у него я не знаю целый этот алтарь с ассо с аналоем там со всеми этими иконостасами да и вот он стоит вот этот болиотину рыгает на народ хочется просто спрятаться вы знаете те ролики которые даже которые говорю которые уже вышли я их больше там 20 секунд смотреть не мог мне хватило уже услышал то что я даже дальше и даже эту болиотину не хочу себе в голову даже близко чтобы она до меня эти брызги долетали а эти конечно люди которые все это слушают это как унитазы знаете открыли здесь забрала и все туда это собирают ай прям срут из задницы туда это ужас риторика моя соответствует ситуации вы знаете я рука ладно об этих мелочах я говорил что они доведут до всего этого вот мы сейчас видим реально реально одни люди убивают других в россии поднял голову фашизм во всю свой рост о котором я говорил который просто дремал да и одни люди русские так называемые убивать других людей почему убивает хладнокровно до бомбят их там и все устроили просто геноцид народа украинского они не идеальные но никто вам не давал право их убивать никто вам право не давал устраивать там гуманитарные катастрофы никто права вам не давал устраивать там социальные катастрофы это же война люди бегут люди потеряли квартиры машины деньги здоровье вы думаете там люди не болеют вы думаете там нет инвалидов там нет стариков там нет детей грудничков они куда все делись гола города в блокаде их отстреливают без всякого рассмотрения а экономика к чему все там там люди просто в аду живут кто это устроил и вот они розчерком пера сидят рассуждают я вам говорю конечно же я изменился я сам христианин и они призывают их этим попам богословом так называемым оторвать голову и собственный язык засунуть им в задницу не вы знаете откуда у всех такая холодность и почему все так и все удивляются такой моей горячности потому что в отличие от многих из вас я познал что такое любовь вы знаете есть такое понятие и эмпатии сострадание с вам хотите более русское слово это способность человека встать на сторону того кому причиняют страдания чем способность не только тем более когда ты сам да как учил нас иисус поступать другим так как ты хочешь что поступали с тобой не делать никому ничего что не делать тебе ты способен к миру относиться как самому себе люби ближнего как самого себя ближний это то что вокруг меня находится это все абсолютно вы знаете когда ты достигаешь этого ты не делишь больше людей ни на кого мамы папы родители дети русские китайцы ты способен взять и задуматься что этот человек там в украине это ты ты бы хотел себе такого что те люди которые там хорошо вы до этого не достигли вы там любите маму папу детей вы можете поставить так что это ваши там дети это вы там с вашими детьми или ваши там дети ваши там родители вы где-нибудь там живете за границей нет нет не способны это все что-то чужое знаете это что за веганство проповедуешь это все к что-то далекое от меня это меня никак не касается ну мало ли что там кто-то бешит что он потерял все что за всю жизнь имела теперь хрен знает где будет скитаться да что люди разлучены что люди плачут страдают умирают болеют от раны всех этих кровопролитий не мне до лампочки все все до лампочки вы знаете вот дошло до такой крайней степени самый страшный грех я всегда говорил что про животных что про людей это убийство это лишение жизни ты прямо противоречишь богу замыслу божьему про евангелие даже не стоит и я вообще не знаю как с такими людьми с этими сектами вообще говорите евангелие кто с мечом пришел от меча и погибнет они все готовы извратить иисус никогда не был ни с каким оружием никогда никого не убил никогда не призывал никого не защищать родину не убивать тем более врага своего призывал любить делом словом и даже самим мыслью иудейская война которая была после убийства христа его воскресение вознесения ни одного христианина там не было почитайте иудейскую войну иосифа флавия почитайте другие источники исторические ни одного христианина во время так называемой до осады такой называемой отечественной войны до защиты иерусалима когда они взбунтовались против римского иго ни одного христианина там не было ни одного апостола ученика христова никто не встал на защиту израиля как его и говорил иисус до вас будут бить нападут на вас бегите оттуда эти люди сидят вот знаете вот он они настолько мерзкие сидишь вот это смотришь все на него вообще не понимает жизни он не понял ничего из жизни учения иисуса христа они все богословы христиане они эту блевотину это говно срут прям в мозге этим студентам не жалко их срут этим прихожанам адептам прям открыли этот унитаз и срут им в голову этой блевотины травят людей на людей убийство кровь слезы страдания нищета ничего для них не имеет значения ничего они сидят рассуждают о нато о невидимой дубинке они идиоты они идиоты и слушают тысячи осипов ткачев гундяев алфеев там все эти прочие тыс сотни тысяч подписчиков пол миллиона 500 600 миллион подписчиков только на ю тубе и все кивают головой и все кивают головой это ужас это ужас до которого мы сегодня докатились все эти люди все эти люди вкусит все то дерьмо которое они причинили другим все абсолютно до каждой слезинки я переживал покаяние кто знает когда господь являлся мне я знаю насколько это страшно и надо знаю насколько это больно и невыносимо когда тебе открываются все твои беззакония все эти кровь все эти слезы сеть страдания все этим людям явится они все виновны в этом все это будет ужасно для них никакие заповеди христа ничего не имеет значения вообще у них свой христос у них дьявол бог ничего для них не значит к вам кто-то с мечом пришел вы раньше эту фразу они когда свои блевоцкие эти богословские труды чё туда только не впихивали из евангелия иисус же говорил кто с мечом придет от меча и погибнет к вам никто с мечом не приходил вы пошли все готовы перевернуть все но нато бы пришло иисус не сказал если бы кто к вам вдруг захочет прийти в вашей голове придуманы пойдите убить его такой у них христос это не христос это не иисус это не бог любовь они ничего не познали в этой истине бог есть любовь абсолютная любовь каждый человек на земле тебе брат сестра и матерь если даже тебе придется страдать как павел писал так не лучше ли вам христианам быть обиженными чем рвать у кого-то ну понятно всю историю вот эту с болевоцких этих все вселенских соборов у них в святцы все время вот такие вот с такими вот мечами все эти цари и войны которые тысячами убивали тысячами резали собственными руками или отдавали приказы какого света ожидать от этой тьмы что доброго могут сделать это люди до крайней степени докатились все померкло все это чем раньше говорили даже сейчас говорить не стоит к чему все это доводит до чего докатились не просто одобряют не просто молча в сторонке стоит призывают призывают более того осуждают гнобят уничижают и лгут на таких как мы которые против войны против убийства которые действительно за христа за истину за любовь за страдания за жертвенную любовь что действительно есть уж там какое нато и когда-нибудь появится в украине и украина вместе с нато когда-нибудь на нас на бедных несчастных нападет да мы будем страдать как христос и не с крестами как вы вот с такими распятиями в руках эту блевотину несете нет мы руки свои вот так разведем и скажем да прибивайте нас если вам угодно если вы считаете что вы любовь вы несете любовь но пожалуйста мы пострадаем также как иисус он сказал кто мои ученики пойдут моим же путем меня гнали будут гнать и вас меня убивали будут убивать и вас за истину за имя мое иисус говорил что делают эти русские что делают эти бесы на украинской земле вся эта блевотина про донецк да куда вы смотрели во первых такие как я всегда выступали и все пацифисты всегда выступают все настоящие христиане против любой войны против любого насилия это раз второе на донецке поддерживали весь этот сепаратизм на чужой стране именно россии именно путлер там все это разжигал это второе третье если даже вы христиане и вы захотели как-то вмешаться и помочь этим людям я уже говорил в предыдущих роликах третье решение единственно верное это всем этим людям дать землю на земле построить им дома и жить спокойно в мире забрать их с той земли дать этим людям паспорта гражданство работу и райскую жизнь на которой вы говорите что есть на русской земле это единственный верный христианский выход из положения а не убивать других потому что убивали вас разве иисус учил кровной мести разве иисус учил око за око разве иисус учил зуб за зуб разве не учил он если тебя подставили в одну щеку ударили в одну щуку в правую ты правда тебя ударь мне подставь другую правую да скажи еще раз да стой на своем не отрекайся от истины обличай зло да но никогда не побеждай зло злом тем более физическим речису когда иисус всегда говорил стоять до конца говорил всегда слове о слове истины моё последнее слово которое хочу в этом ролике сказать понятно эти дети дьявола это не только осиповы гундяевы ткачевы и же с ним сяблеотина это все кто вот в этом участвует это понятно все эти пропагандисты кого там так нет начиная самого путлера заканчивая последний какой-нибудь скобеевый там всех соловьевых да это все вижу понятно я хочу сказать о тех кто не сказал ни слова никак вы знаете настолько крайняя степень сейчас знаете это вот бесовщина которую россия развязала против украины войну убийство и не важно солдат офицеров или мирных жителей вообще невинных же сколько людей сколько животным там страдает вы думаете кто там животных считает кто-то за них там думает вот вы все кто посмотрит вдруг это видео все-таки досмотрит до конца несмотря на всю мою риторику вы все кто у вас у всех есть соцсети у вас у всех есть друзья родственники вас всех есть фатсап и если вы никаким образом не соотнесли себя никакой стороне не выступили на стороне света молчанием своим никак не не себя не оппозиционировали по какой вы стороне хотя бы раз-два я не знаю я не о том что об этом надо говорить каждый день и везде за сегодняшими роликами там цитатами постами выступлениями не делились да если вы ни ким своим родственникам особенно военным кто в россии ничего не сказали не попытались их отговорить от этого дьявольского действия да бросить эту адскую адское служи служение дьяволу это не служение родине это не служение людям близким нет это служение дьяволу в жертву которым вы приносите себя свою душу которая будет в аду гореть и всех остальных кого туда отправили если вы никак не определились если вы до сих пор молчите это кровь вся которая сейчас проливает все страдания все проклятия которые люди посылают к богу потому что кровь и слезы тех кто сейчас на украине она вопиет к богу вся эта кровь как иисус сказал придет на вас от крови авеля до крови захарий иисус тогда взял период до своей современности так вот эта кровь от авеля да и до сегодняшнего каждого последнего украинца какой бы он не был негодяй придет на вас вы все это узрите в свое время когда вам откроется все в россии воскрес фашизм самый настоящий фашизм во главе со своим генералом главнокомандующим путлером и вы молчите слезы кровь страдания нищета на украине а теперь и в россии и вы молчите сказал последнее да хочу сказать предпоследнее это было да ладно пусть будет и последнее в общем я все сказал все кто меня знает кто видит это видео досмотрел до сей секунды если вы не против войны если вы никак за это не выступаете если вы никак ну вернее последнее что это сказать это то что это настолько серьезный вопрос сегодня что если вы вплоть до того как хотите что вы не поругались со своими родственниками друзьями не поставили мультиматум да то вы игру все это вы вкусите когда-нибудь я вам этого не желаю но как иисус говорил вы сами пойдете туда куда вы какой мир себе создали очень важно знаете иисус сказал что кто возлюблит этот мир эту жизнь ради жизни вечной своей собственной до благой вечной жизни ну тот естественно потеряет и эту жизнь ну и в той мягко скажем рад не будет я чтобы ни у кого не было каких-то претензий ко мне я перестал общаться с отцом после особенно последних событий я ему прямо спросил как он к этому относится ну знаю он у меня военные на пенсии вот я это все презираю всегда им был же ненавижу всю эту вашу военную хунту всю эту блевотину да тоже сам играл своей бабушке в 95 лет мы с дару дорога не доходила до она зади она за сталина за родину я умру до за гундяева за за путина я все прямо тоже говорил хотя и был 95 лет а я не смотрел на возраст не смотрел на лицо иисус говорил что кто возлюбит меня отца или мать даже более нежели меня тут не достоин меня вопрос об истине о любви любовь никого не делит вся эта ваша страстная любовь к вашим детям родителям на на не достой вы ничего не достигли в этой жизни это и грешники любит грешник и гладит их по головке и любящих любят обычные грешники если вы до этого не достигли задумайтесь об этом в чем вообще смысл жизни какова суть небесного царства разве там вот так же будет жить как мы здесь живем в этом аду поэтому я своему отцу сказал что когда мне сказал да все нормально это норма жизни ему скалы я для тебя умер больше даже не беспокойся обо мне меня для тебя просто не существует то же самое я еще не всем там друзьям знаком написал да но я их всех поудалял естественно из всяких друзей там даже это мои друзья там естки до сих пор еще висячие там социальных сетях вот принципе ему уже давно на меня насрать да поэтому я там не стал никому лично какие-то такие видео пересылать все равно что я проповедую за веганство за любовь все живут своей маленькой мышиной жизни любя любящих что там дальше никого вообще ничего не интересно лишь бы жопе было хорошо все предел вообще ну и религиозным людям это люби ближнего ненавидь врага своего все дальше никто выйти не может за любовь к врагу да за то что бог есть любовь и все мы люди на земле одинаковые никто за эти рамки выйти вообще не способен единицы единицы вы знаете конечно же мир сгорит в огне после второго пришествия понятно как я уже сказал машу не мне говорила что там якобы кто-то атеистом станет или наоборот покаяться нет как я вам сказал просто уже звучат такие речи знаете что там похмелье будет тяжелым русские потом все поймут ничего не поймут в единицы один процент поймет и все все остальные останутся в этом же говне это железно это уже сколько тысяч лет и ничего не меняет все они видели инквизиции собственных культов православные католики протестанты ничего не меняется католицизм поддерживал муссолини и гитлера и все что до сих пор он стоит ровненько и не шатается протестанты тоже и во время всех войн которые с их времен я же рассказывал про то что они там вытворяли когда они сами-то делиться там стали и во всех войнах тоже делились там были те кто за и кто против так что это вообще не показатель точно так же до с библии в руках рубили головы налево и направо вот так вот фашистка армия на бляхах у всех солдафонов я бы это много раз говорил это ни от кого не секрет и их было написано с нами бог поэтому не надо предаваться иллюзиям да что сейчас русский там якобы за за царя за отечество за бога воюет вот они дети дьявола и конец их всех дно ада вот так вот поэтому я хочу сказать что не молчите вот кто из вас близкие родственник друг на порвите общение если бы вы задумали что там сейчас ваши дети гибнут ваш родственник друзья какие-нибудь единоверцы такие я думаю что вопрос прерывания общения или жизни и здоровья благополучия хоть какого-то этих людей которые сидят сейчас в подвалах в сырых мы все спим сейчас в теплой кроватке у нас вроде есть какая-то еда хоть в россии жопой накрывает экономической но хоть чё пока есть люди вообще сидят в подвалах без жилья уже своего без денег без интернета без телефонов без копеек в кармане потому что все тоже заблочено без продуктов питания без медикаментов пусть которые не верят они нужны там да вот люди умирают не успев выйти бьют пожилым этим автобусом который вывозит это караул поэтому если вы считаете что это не стоит не стоит того чтобы своим родственникам друзьям знакомым в интернете всему своему окружению показать я по другую сторону да если вы боитесь выложить пост там бать что ваш теперь нынешние фашисты там нас всех посадят там изуродует не знаю что с нами там вот делать вот ну что ж то ваш путь конец ваш тоже будет точно такой же вся эта кровь будет на ваших руках все эти страдания и несчастья так что определяйтесь со стороной и не молчите и не дел и и и желательно не раз выложить на все это время сегодняшнего дня если вы вдруг решите встать на сторону света бороться проповедовать и светить светить добро ничего не бойтесь все это тьма рассеется если не на этой земле то к в оконцовке всех детей божьих ждет небесное царство любви а это все временно все это пройдет иисус говорил блаженного когда будет возгнать поносить за имя мое имя его любовь вот так вот такое меня к вам не радостное на неприятное к ушам не льстивая на видео но какое есть а Продолжение следует...